СИРА Сказанные им слова, его нрав, а также его жизнеописание. Призыв. ИСРА и МИРАДЖ ИСРА – ночное путешествие. МИРАДЖ – вознесение. ИСРА и МИРАДЖ были самыми значимыми событиями в жизни пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. Эти события произошли на 10-м году от начала пророчества. В одну ночь Аллах перенес посланника Аллаха, мир ему и благословение, из Меккии в Иерусалим, к мечети Аль-Акса, а оттуда вознес на небеса и приблизил к себе. В пути пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел семь небес и повстречался с несколькими пророками. Он стал свидетелем величия Всевышнего. Он своими глазами увидел удивительный мир, красоту которого не в силах бы описать ни один человек. В начале Аллах приказал своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха, и мусульманской общине Умме совершать 50 намазов в день. Но после количество намазов было сокращено до пяти. В эту же ночь пророк, мир ему и благословение Аллаха, был перенесен и возвращен в Мекку. Иерусалим, в арабском языке Аль-Куддус. Древний город, расположенный между Мертвым и Средиземным морями. Насчитывает более чем трех с половиной тысячелетнюю историю. В настоящее время в городе проживают представители трех религий – иудаизма, христианства и ислама. Аль-Акса – вторая построенная на земном шаре мечеть после Каабы. Расположена в городе Куддусе, Иерусалим. Основу мечети заложили пророки Даот и Сулейман, миром. Является одной из трех святынь, разрешенной по шариату для посещения. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил об этом знамении многобожника, они не поверили и объявили все ложью. Искренне поверил лишь Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, сказав, что пророк, мир ему и благословение Всевышнего, говорит только правду. Абу-Бакр заявил, что будет верить словам посланника, да благословит его Аллах и приветствует, даже если они кажутся невероятными. С этого момента Абу-Бакр получил прозвище Сыдык, правдивейший. На следующий день к пророку, милость ему и благословение Всевышнего, явился Архангель Джибриэль и обучил пятикратному намазу, указав, в какое время необходимо совершать каждый из намазов. Об этом Аллах Всевышний сказал. «Причист тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений, из заповедной мечети в мечеть Аль-Акса, окрестностям которой мы даровали благословение. Воистину, он слышащий, видящий». Он стал прямо, на наивысшем горизонте. Потом он приблизился и спустился. Он находился от него на расстоянии двух луков или даже ближе. Он внушил его рабу откровение, и сердце не солгало о том, что он увидел. Неужели вы будете спорить с ним о том, что он увидел? Он уже видел его другое нисхождение – у лотоса крайнего предела, возле которого находится сад-пристанище. Лотос покрыло то, что его покрыло. Его взор не уклонился в сторону и не излишествовал. Он увидел величайшее из знамений своего Господа. Ярмарка и время хаджа Пророк, мир ему и благословение Аллаха, призывал людей различных племен, совершающих хадж и посещающих ярмарку, к исламу. До появления ислама вокруг Мекки находились три самые известные ярмарки. Ярмарка в Укказе функционировала с 1 до 20 числа месяца Зулькада. Ярмарка в Маджане работала с 20 числа Зулькады до конца месяца. Третья ярмарка в Зульмаджазе проходила с 1 по 7 число месяца Зульхиджа. После завершения всех этих ярмарок люди приступали к совершению хаджа. Укказ — название места, расположенного между Нахлем и Таифом. Зулькада — 11 месяц в мусульманском календаре. Зульхиджа — 12 месяц в мусульманском календаре. С 8 числа этого месяца начинается церемония хаджа. Маджанна — название места, расположенного около Мекки. Зульмаджаз — территория на юге горы Рахма в долине Арафат. Вследствие неустанного призыва к исламу, который проводил пророк, мир ему и благословение Аллаха, и несмотря на сопротивление многобожников Мекки, некоторые чужеземцы все же уверовали и начали принимать ислам. Благословенный брак На 11-м году пророчества, в месяц Шаваль, пророк Мухаммед, милость ему и благословение Всевышнего, заключил брак с Айшой, да будет доволен ею Аллах, дочерью Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Однако их совместная жизнь началась лишь через три года после переселения в Медину. Первые мусульмане Медины Одиннадцатый год пророчества, время Хаджа. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, в очередной раз выходит к паломникам для призыва. Посреди ночи в долине Минна, неподалеку от Акабы, он встречается с шестью мединскими паломниками племени Хазрадж. Мина. Каменистое предместье на юге Мекки. Здесь проводятся ритуалы Хаджа, такие как жертвоприношение и бросание камней. Акаба. Место, где совершается ритуал бросания камней. Хазрадж. Одно из двух арабских племен, живших в Ясребе, городе, позже именованном Мединой. Пророк, мир ему и благословение Всевышнего, произносит им аяты Курана и рассказывает об исламе. Сердца всех шестерых жителей Ясреба пронизывает луч веры, и они принимают ислам. Они понимают, что перед ними именно тот пророк, о приходе которого твердили иудеи. Принятие ислама содействовал и тот факт, что их изнурили и утомили долгие между племенные разногласия и конфликты с иудеями Медины. Они надеялись, что через пророка, мир ему и благословение Всевышнего, Аллах объединит их и сделает сильнее. После встречи с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, они обещают встретиться на следующий год во время паломничества. Субтитры создавал DimaTorzok